Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока – социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 года. Надо сказать, что Отечественная война и последовавшие за ней заграничные походы стали тяжелым испытанием для российской экономики. Западные области нашей страны были разорены в вторжением Наполеона. Сожжены многочисленные усадьбы, города. Огромное количество средств было перечислено на нужды армии. Всего существуют оценки, что Россия потеряла в связи с этими войнами свыше миллиарда рублей. По тем временам это астрономическая сумма, учитывая то, что доход годовой России составлял всего лишь 100 миллионов рублей. Собственно говоря, выбрать из этого кризиса помогли две вещи. Во-первых, безусловно, английская помощь. Во-вторых, жесткая тарифная система, которую разработал еще Аспиранский. Согласно этой системе повышались налоги на ввозимые в Россию продукции и обеспечивался преимущественный вывоз товаров из страны. Отдельной задачей российского правительства этого периода станет восстановление западных регионов страны, пострадавших в результате войны. Людям, пострадавшим в ходе войны, потерявшим свое имущество, правительство выплачивало специальное пособие. Общая сумма таких пособий составила 15 миллионов рублей. Также отдельные средства выделялись на реставрацию зданий и предприятий в пострадавших городах. Все это заставляло правительство искать какие-то радикальные способы увеличения доходности внутри государства и сокращения расходов. В связи с этим во многом создается знаменитая программа военных поселений. Ее организатором и вдохновителем стал ближайший сподвижник и друг Александра I граф Алексей Андреевич Рокчеев. В чем заключалась идея военных поселений? Предполагалось отправлять в специально выделенные государственные территории солдат, служивших не менее шести лет. Там они попадали в спецпоселения, где совмещали службу в армии, а также ведение крестьянского хозяйства. Таким образом солдаты становились крестьянами и наоборот, потому что также в военных поселениях были и государственные крестьяне в возрасте от 18 до 45 лет. Такие солдаты-крестьяне одновременно проходили военную службу, тренировались, сами обеспечивали себе пропитание, армии, что существенно облегчало расходную часть государства в плане содержания армии. Идея была заимствована из аналогичного опыта в Пруссии, однако на практике в России она стала неудачной. Хотя финансовая заставляющая военных поселений была реализована, действительно удалось сэкономить достаточно крупные суммы денег, тем не менее военные поселения оказались крайне неудачны в условиях российской жизни. Загонять солдат-победителей Наполеона в глухую деревню было, мягко говоря, необоснованно. В среде российского офицерства это вызвало огромное возмущение. Кроме того, военные поселения славились совершенно сумасшедшей дисциплиной. Были прописаны уставы, по которым жили поселенцы, и эти уставы предусматривали весьма и весьма строгие наказания даже за самые малейшие проступки. Один проступок являлся поводом для пожизненной службы для человека. Впервые в истории русской армии начинаются массовые самоубийства. Все это приводит к значительному росту недовольства против правительства. Также Аракчеву принадлежит проект в отмене крепостного права. Проект не был реализован, Александр I не дал на него согласия. В то же время надо сказать несколько слов и о развитии промышленности после 1812 года. Надо сказать, что промышленность развивалась, естественно, миновав послевоенный кризис, развивалась достаточно стабильно и успешно. Надо сказать, что на 1804 год в России насчитывалось около 2,5 тысяч фабрик. К концу правления Александра, 1825 год, это число вырастет более чем вдвое, до 5200 фабрик. Число рабочих в данный период выросло с 95 тысяч до 210. Крупнейшими промышленными центрами в России этого периода остаются Санкт-Петербург, Москва, Тула, район Урала. Россия продолжает торговлю с западными державами. В первую очередь мы ввозим такие товары, как древесина, сало, зерно, пенька. Ввозятся же в Россию в основном товары потребления или промышленные полуфабрикаты. Во внутренней торговле продолжают играть огромную роль в это время ярмарки. Для них крупнейшие это Ирбитская ярмарка в Ростове-Великом, Коренная ярмарка в Курске, также ярмарки Харьковская, Киевская и другие. В целом, на фоне начинающегося в мире промышленного переворота Россия во многом уступала своим западным соседям. И это отставание надо было преодолевать уже преемнику Александра Николаю Первым. На этом спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok